Всем спасибо огромное. Очень рада, что сегодня есть такая возможность у нас сегодня поговорить о том, как делать успешный контент на YouTube. Здесь есть очень много интересных советов, рекомендаций, истории успеха и так далее, и так далее, которые мы, конечно, очень хотим поделиться. И, конечно, я буду очень рада ответить на ваши вопросы. Если я правильно поняла, как мы идем от организаторов, то у нас сейчас будет небольшая часть, когда я буду рассказывать, минут 30-40, потом я смогу ответить на вопросы. И потом сразу у нас начнется поведение интервью с четырьмя участниками, о которых Даша расскажет немножко подробнее. Так что вот в этом ключе мы, соответственно, и двигаемся. Прежде чем мы начнем, мы сделаем первый слайд, на котором показали все основные крупнейшие видеоплатформы социальной сети в мире. И очень много. Мы очень надеемся, что вы их всех осваиваете, потому что это важно, чтобы о вас знали. И чтобы вы были представлены везде, и чтобы у вас личный ваш контент был очень легко найти. Поэтому это тот основной совет, который мы всегда даем для всех начинающих авторов, да, быть максимально видимым. Потому что именно это видимое издает все остальные возможности продвижения, которые мы предоставляем. Итак, есть несколько моментов, на которых мы хотим сделать акцент. Ну, наверное, прежде чем я начну говорить о деталях, я бы хотела сделать такое важное, что-то начало, которое заключается в том, что вообще в целом YouTube, и вот очень часто слышал от нашего топ-менеджмента, это экспорт культуры. И мы вот именно так вот и видим, да, что любая страна в любой точке Земли в состоянии экспортировать свою культуру. И это именно то, что мы прекрасно делали. Вы прекрасно все помните, что буквально год-два назад был потрясающий совершенно культурный феномен Псая, да, знаменитого корейского певца из Южной Кореи. Все танцевали под его мелодию «Гэмбр стайл», и это было для нас просто совершенно потрясающим событием, особенно для нас. Потому что именно благодаря YouTube об этом человек узнал весь мир, его посмотрело, по-моему, 30% вообще всего населения земного шара, о нем говорят все, его знают все, все знают его музыку. То есть вот один человек в состоянии был продвинуть всю, по сути говоря, музыкальную индустрию одной страны во всем мире. Это потрясающее совершенно событие, и это именно то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы у нас было много Псарев, чтобы из какой-то любой страны появлялся какой-то мощный автор, певец, актер. Художник, кто угодно, да, который сделал такой контент, который бы хотел смотреть в длительный шар. И мы очень надеемся, что следующий Псайл появится в России. Мы очень этого хотим, и, ребята, это в ваших руках в том числе. После такого сильного посыла с моей стороны, давайте поговорим детально, что мы советуем и рекомендуем делать для того, чтобы вы не успешны на YouTube. Ну, во-первых, мы рекомендуем вообще внимания на том, какой контент наиболее востребован или какой контент наиболее любят смотреть зрители именно на YouTube. И здесь есть несколько форматов, которые, возможно, вам тоже окажутся близки. Например, формат шоу. Шоу — это некий регулярный повторяемый формат. Ну, в принципе, вы его все знаете по телевизионным форматам. На YouTube это тоже очень хорошо работает. Есть песники, контент, развлекательный или какой-то еще, который развивается в действии, регулярно выкладывается на YouTube, имеет какое-то свое развитие, свои герои, персонажи, свою историю. Как правило, это пользуется успехом, люди это охотно смотрят. И, что самое главное, у них возникает привычка регулярно заходить на ваш канал, чтобы смотреть следующий выпуск, следующую серию. Это важно. Потому что важно, чтобы не только то, чтобы человек один раз зашел на ваш канал, получил удовольствие, а потом пошел куда-то еще. А чтобы он заболел, чтобы именно на этом канале он посмотрел, что очень классное. И захотел прийти еще. А вы ему скажете, а у нас каждый понедельник новый выпуск. Вам много подводят, а у нас каждый понедельник. И начнет регулярно к вам ходить. И таким образом будет вырабатываться привычка такая же, как есть привычка у зрителей телевидения. Постоянно смотреть телевидение. Вот это именно то, что очень важно для автора на YouTube тоже. Чтобы его лояльный зритель, который подписывался на свой канал, постоянно приходили к нему на канал и смотрели его контент. Здесь мы обычно говорим о том, что если у вас есть концепция идеи, серии, каких-то новых интересных форматов, то имеется мысль пробовать и экспериментировать, обсуждать это с другими авторами и разрабатывать все новые интересные и перспективные идеи, которые приходят вам в голову. Потому что вполне возможно какая-то из них и окажется настоящим прорывной. А это наш самый любимый рисунок, который показываем во всех ваших презентациях, который состоит из трем блоков. Получили, допустим, смогу. Это очень важно. Очень заметно, когда автор делает тот контент и занимается тем келом, который ему настоящему нравится. В таком случае он состоит из трем блоков хорошо. В любом деле, в нашем том числе. Найти своих зрителей – это очень важно. Потому что есть контент массовый, а есть контент нишевой. Самый разнообразный. Например, сейчас создают контент для маленьких детей, или для, например, владельцев домашних животных, или для автомобилистов, или для кого угодно. Если вы знаете, что этот контент может быть интересен и какой-то очень специфической ниши людей, у которых вполне достаточно, чтобы сделать вам успешный канал, вам нужно их найти. И для этого, конечно, необходимо сделать образованную работу, чтобы обратиться к ним, привлечь их, сделать ваш канал велико интересным, чтобы в свою очередь они уже начали приводить таких же заинтересованных людей, как и они сами, на ваш канал. И так, после того, как вы нашли своих зрителей, очень важно, чтобы эти зрители стали вашими лояльными зрителями. И об этом уже немножко поговорили. Очень важно, чтобы зритель посмотрел ваш контент один раз, чтобы он понравился, и чтобы он начал проходить еще и еще. И сделал это регулярно. И чтобы это вошло в него привычку. И таким образом у вас появится надежная поддержка ваших зрителей, которые постоянно сможет ваш канал, и станут вашими постоянными пакомниками. Так. Ну, вдохновение и стабильность. Очень важны два критерия, о которых мы часто любим тоже говорить. Оба важны. Вдохновение важно для того, чтобы сделать красивый контент, который будет играть за зрителем. А стабильность нужна для того, чтобы делать это регулярно. И оба этих фактора важны. И ни один из них не важнее другого. Они оба одинаково важны. Стабильность производства контента исключительно важна. Потому что именно от этого зависит, насколько ваш зритель будет постоянно с вами. Гол, два, три, десять и так далее. И если вы ему скажете, что, предположим, каждый понедельник, или там, чуть чаще или чуть реже, у вас на канале будет появляться новый контент, то очень важно, чтобы держать свое слово. Потому что если он придет в какое-то конфликтное время или день, и увидит, что нового контента, и какого-то нового выпуска у вас нет, он может расстроиться и уйти, и может не вернуться. А это уже не очень хорошо. Поэтому вот эта стабильность, да, стабильность производства и выкладки нового контента в YouTube исключительно важна. И об этом тоже очень важно помнить. Здесь мы как раз даем несколько примеров, показывающих как раз, как из таких вот личных историй, из вдохновения, возникли очень профессиональные истории креаторские. Ну вот, например, здесь один из домов, которые мы здесь показываем, это «Гейфтед Раша». Наверное, многие знают, это канал, который сделала команду очень увлеченных и профессиональных людей, увлекающихся фитнесом. И это началось с того, что они просто занимались фитнесом сами, причем таким хорошим, серьезным, профессиональным, атлетическим фитнесом. Они очень подкованные ребята, очень продвинутые. И в какой-то момент они просто поняли, что если они такие молодцы сами, если они в этом разобрались, это умеют, в прекрасной форме разбираются в том, как этим нужно заниматься, почему бы ими поделиться этим с теми людьми, кому это может быть интересно. И таким образом возник канал, который сейчас является одним из лидеров на российском рынке, который смотрит огромное количество людей. Там вкладывают тренировки, советы, рекомендации, какие-то очень интересные интервью со специалистами и так далее. То есть вот очень интересные истории, как люди, которые просто увлекаются конкретно этим направлением, таким вот атлетическим фитнесом, сделают свой успешный канал, который уже на слуху, очень популярен, и у которого мы уверены в предстоящее будущее. Еще один интересный феномен YouTube, о котором вы, наверное, знаете даже еще больше, это бьюти-блогеры. Это очень популярный тренд и глобально, и в России, и везде, когда, ну, в основном девушки, естественно, которые очень хорошо разбираются в косметике, в макияже, в том, как красиво выглядят и так далее, захотели поделиться этим со социальными девушками, которые это еще пока не умеют, но которые-то тоже интересно. Возникло это просто хобби, да? Ну, есть навыки, есть понимание, очевидно, есть некое свободное время, чтобы поделиться этим с кем-то еще, и на фоне этот труд буквально очень-очень быстро возникла новая индустрия, которая на самом деле сейчас уже много-миллионная индустрия, когда люди делают очень профессиональные такие вот классовые визажи по косметике, по такому, как вы кажете собой и так далее, и у них огромное количество поклонников. То есть многие каналы наших лидеров, например, Саша Спилберг или других авторов, они имеют много-миллионных подписчиков. То есть, по сути говоря, это такие уже телевизионные каналы практически, которые имеют огромный интерес, которые смотрят, которыми увлекаются, которые, естественно, получают огромный интерес со стороны брендов, рекламодателей, которые, например, производят косметику. Потому что кто как не замечательные, активные девушки могут быть, собственно говоря, той идеальной платформой, чтобы рассказать о себе. Поэтому вот тоже очень интересный YouTube-феномен. Да, то, что вообще не существовало 10 лет назад, даже 5 лет назад, вдруг, из того, не всего, создал совершенно новую индустрию, которая просто потрясающе разосветает во всем мире, у нас в том числе. Так. Теперь я не хочу отработать, но не убивать. Продолжение следует...